В январе челнинские пенсионеры ждут не только единовременную надбавку к пенсии в размере 5000 рублей, но и так называемые дорожные деньги. Они выдаются ежемесячно, но с января этого года сумма меняется. Чего ждать пенсионерам в 2017-м, расскажем далее. С 20 января на лицевые счета пенсионеров поступят дополнительные средства. Ежемесячная денежная выплата коснется почти 83 тысяч челнинцев. Сумма дорожных денег зависит от официального дохода гражданина. Год назад пенсионеров разделили по уровню доходов. Если он был меньше 20 тысяч рублей, ежемесячная денежная выплата составляла 428 рублей. Если больше 20 тысяч, всего 280. С наступлением 2017-го начисления изменились. С января 2017 года гражданам, у которых доход ниже 20 тысяч, они будут получать у нас индексированную сумму ежемесячного денежного выплата, которая составит 448 рублей, а у которых выше доход получается 20 тысяч, они будут получать 180 рублей. Таким образом, у одних ЕДВ возрастет на 20 рублей, у других, в основном работающих пенсионеров, наоборот, уменьшится с 280 до 180 рублей. Сегодня в Автограде числятся почти 40 тысяч сотрудников в возрасте. Поэтому радостным это изменение можно считать лишь для половины челнинских пенсионеров. Добавка это всегда хорошо, хоть маленький, от государства больше не ждать. Я все-таки, когда ходила получать, я не каждый месяц, а накапливала там 4 месяца, все-таки было приятно. Инфляции-то где-то много больше, ну, видимо, сверхвиднее. Естественно, это не, тем более, что сейчас обещают еще повысить за проезд. Стали больше денежные выплаты на проезд. Также на 20 рублей возросла и стоимость социальной транспортной карты. Нововведения этого года также коснутся инвалидов и ветеранов труда, получателей субсидий льгот. Теперь, чтобы получить компенсацию, необходимо вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги. В случае наличия задолженности у граждан более двух месяцев, выплаты субсидий льготы будут приостанавливаться и будут возобновляться только в том случае, если граждане оплатили полностью свою задолженность. Раньше достаточно было хотя бы частично погасить долг. Теперь необходимо сделать это полностью. Ксения Шулакова, Эльнар Мустафин, Челны, 24.